Рекламно-информационная программа. С Верой в спорт. Добрый день, это программа «С Верой в спорт» у микрофона Вера Власова. Сегодня мы начинаем серию программ о том, что знакомо очень и очень многим людям, о фитнес-центрах. И начнем, пожалуй, с темы, самый первый и самый, на мой взгляд, важный, это зачем же все-таки люди приходят в эти фитнес-центры. И первое, что просится само по себе, это чтобы они приходят туда, чтобы похудеть, чтобы сбросить лишний вес. Поэтому сегодня у нас в гостях замечательная девушка Анастасия Дудина, тренер фитнес-центра «Качалка», а также массажист. Здравствуй, Настя. Добрый день, Вера. Да, и Настя нам сегодня поведает, я так полагаю, именно о том, зачем же и как люди приходят к мысли о том, что им нужно сбросить вес, лишний вес, и как это можно сделать. Да, итак, давай сначала разберемся в том, что же такое лишний вес. Чтобы разобраться, что такое лишний вес, у нас есть несколько методов, субъективные, объективные. Ну, то есть мы не берем сейчас во внимание то, когда ты уже в зеркало не помещаешься. Тут все понятно. Хотя, в общем-то... Лучше до этого не доводить. Лучше до этого не доводить. И вообще, если говорить уже об ощущении, да, можно себе нравиться и такой. Но сегодня программа не об этом, поэтому... Даже нужно, наверное, добавлю, себе нравиться и такой, любить себя всякой. Ну, если вдруг хочется. Да, но если вдруг появилось свободное время на себя любимую. В общем, у нас есть несколько методов, как нам определить, что у нас все-таки лишний, избыточный вес. И самый простой – это индекс массы тела. То есть это на любом медицинском осмотре практически первое, что делают, это замеряют индекс массы тела. Вы можете сделать это самостоятельно, это абсолютно несложно. Для этого вы должны будете знать два своих показателя – это вес и рост. Как мы замеряем? Мы делим вес на рост в квадрате. И уже исходя из получившейся цифры, тут мы смотрим, какой получился результат. Исходя из этого, там порог ниже 20 – это считается недостаточная масса тела. От 20 до 25 – это такая норма, очень усредненная. И уже все, что выше, там небольшой привес, это небольшая избыточная масса тела. И выше 40 – это уже ожирение считается. Так, значит, еще раз формулу. Еще раз формула. Вес делим на рост в квадрате. То есть вы, например, вес ваш 62 килограмма, а рост там вы 1,68 метра. То есть вы 62 делите на 1,68 в квадрате. И уже полученная цифра. То есть на самом деле это все сейчас никакой не секрет, это все можно посмотреть в гугле. Это довольно-таки знакомая схема. Да, открываешь, вводишь ИМТ, индекс массы тела, и в первые же там две ссылки, три, они дают самую достоверную информацию. Довольно-таки усредненные, да? Это очень усредненное, о чем, да, я и хочу сейчас сказать, оговориться сразу. Потому что индекс массы тела, он для разных людей по-разному работает. То есть если у нас есть два человека, Маша и Света. Света занимается спортом, Света спортсменка, рост у них одинаковый, метр 68, опять же, мой любимый. Света спортсменка, Маша нет. Маша работает в офисе, мало уделяет времени, физической активности. У Светы много мышц. Мышцы тяжелая ткань, функциональная, они много весят. У Маши мышц мало. То есть их тела разные по составу. По плотности даже. По плотности, да. И, соответственно, ИМТ у Светы, которая спортсменка, у нее будет больше. Но это не значит, что она больше. То есть у нее не ожирение. У нее просто тяжелая мышечная масса. Полезная такая. Полезная, да, масса. Поэтому индекс массы тела – это очень субъективная такая величина. Поэтому если у вас вдруг получилось 30, может быть, вы просто тяжелый атлет. Если нет, тогда повод задуматься. Ну и более достоверное. Как мы можем все-таки себя замерить? Есть также несколько методов. Есть замеры по обхватам. Есть замер калипером. Калипер – это такая штука, похожая на сложную прищепку с числовой графой. Там мы будем замерять непосредственно жировую складку. Не пугайтесь слова «жировая складка». Можно, если быть более политкорректной, можно сказать подкожно-жировую клетчатку. Берем вот эту складочку. Ее вот так вот раз защипнули этим самым калипером. И уже полученные данные мы вносим либо в специальную таблицу, которые также вот в Гугле они есть, и там уже по формуле рассчитываем. Тут также у нас процентовка подкожно-жировой клетчатки выясняется. Очень легко и просто. То есть это все, если вам прямо нужно достоверно знать, сколько у вас процентов, вы открываете Гугл, вводите процент подкожно-жировой клетчатки, подкожного жира, и вам вот буквально там есть готовая формула, есть калькуляторы. То есть это все сейчас очень доступно. Самый простой метод, но опять же нам придется использовать все-таки интернет, есть картинки уже составленные, то есть там женщина с 10% подкожного жира, 20%, 25%, 30% и так далее. Подойди к зеркалу и сравни. Да. Вот возьми эту картинку, зеркало, и все очень достоверно, наглядно. И если ты не выступающий спортсмен, тебе незачем знать, сколько у тебя там процентов, вот прямо досконально. Поэтому вот как-то так мы определяем, есть ли у нас лишний вес и стоит ли с этим работать. Да, вот, наверное, все-таки определить, стоит ли с этим работать, каждый человек должен сам для себя. Обязательно. Кого-то все устраивает, кому-то что-то хочется другого, так, пожалуйста, все в руках ваших. Как раз вот об этом, что все в наших руках, мы сейчас с тобой и поговорим. Да, что есть стандартные такие вот доступные всем, доступные в интернете примеры, как можно похудеть. Это, ну, давай начнем тогда с диет, диеты, голодания, все вот эти вот самые, на мой взгляд, неприятные, ограничивающие свободу личности вещи. Расскажи об этом, что это такое, как это влияет, хорошо это, плохо, какие есть варианты. Да, сразу хочу сказать, что они неприятные, ограничивающие на первых порах. То есть вообще... Все так говорят. Ну, потому что это правда. Потому что нужно продержаться 21 день. Да, сложнее всего. Ну, 21, это даже, наверное, маловато, если быть честной. Сейчас все забыли про это. 21 день, да, дальше легче. Если... Я потеряла мысль. То есть сложно, да, на первых порах. То есть когда ты уже продолжающий спортсмен, когда ты давно этим занимаешься, это для тебя образ жизни, и это, во-первых, тебе это не составляет уже такого труда, чтобы этого придерживаться. То есть не нужно об этом дополнительно думать, тратить на это дополнительную энергию, во-первых. А во-вторых, тело уже приспособлено. Оно уже как бы проще, даже если ты где-то переел, оно уже проще это отдаст, потому что больше мышц, мышцы, ткань функциональная, как мы уже сказали. То есть она сама по себе много калорий сжигает. То есть если ты, Маша, 60 килограмм или Света 60 килограмм, но с мышцами, то Света будет сбрасывать и, в принципе, тратить калорий в день больше. То есть вот её основной обмен, он выше. Света, которая спортсменка. Да. У спортсменов выше основной обмен. То есть они, в принципе, могут себе позволить скушать чуть больше, потому что им нужно больше энергии на поддержание мышечной ткани. Ой, это вообще моя любимая тема по поводу того, что мышечная ткань, она очень функциональна. И вот тренироваться стоит хотя бы для этого, потому что, в принципе, ваш расход дневной, он будет выше. И если вы где-то поднабрали, также мышцы, они же у нас, ну, не только мышцы, а, в принципе, спорт, он развивает кровеносную сеть, капиллярную. То есть она становится более обширная. И уже жир также будет сжигаться. То есть вот, например, целлюлиты и вот все эти отложения, мы к ним вернёмся позже, они же, это застой, грубо говоря. А если у нас везде капиллярная сеть, если у нас постоянно везде циркулирует кровь, есть в набжении кислорода, то, в принципе, и таких вот проблем не будет. Не будет такого заболевания, как целлюлит. Да, спорт полезная штука. Очень. Так, вернёмся к диетам. Вернёмся к диетам, да, всё верно. Меня нужно контролировать. Итак, диеты и физическая активность. Давайте рассмотрим, я вот на сценарии просто таком довольно частом хочу рассказать, чтобы кто-то себя узнал, кто-то, может, узнал свою соседку, Машу, нашу любимую. Итак, обычно какой-то бывает сценарий. Например, весна. Например, вы понимаете, что скоро надо надеть юбку, шорты. Да, срочно нужно на пляж. Да, срочно нужно на пляж. Неактуальная немножко тема в нашем случае, но тем не менее. Почему? Бархни всегда, он ещё впереди, так что всё впереди. А, да? Ну, хорошо. Так вот, а вы понимаете, что у вас ещё кон не валялся, и, значит, мы резко снижаем калорийность, переходим на огурцы, зачастую со сметаной. Сметана, секундочку, это жир. Но об этом чуть позже. Переходим на огурцы, значит, и переходим на активные тренировки. Настолько активные, что там кардио день через день, по часу, на дорожке, плюс групповые. Ну, есть такие, на самом деле, у меня... Фанаты. Да, фанаты, не у меня фанаты, у меня тоже фанаты есть, но мы сегодня не у них. В другой программе. Так вот, когда, да, когда нужно резко привести себя в форму, быстро мы начинаем, не занимаясь год, там, поначалу мы ещё приходим, нас слегка выносят с тренировки, потому что... А, и при этом, мы, значит, наше самочувствие ухудшается, вес не уменьшается. Энергии нет. Энергии нет, и, да, внешнего вида тоже нет. Почему так происходит? Мы загоняем свой организм в стресс таким способом. То есть нам не хватает энергии, на самом деле, на погашение даже каких-то базовых своих потребностей, то есть тяжело, в принципе, передвигаться становится. Ну, тоже об этом можно чуть позже сказать. До отпуска можно дожить? До отпуска можно... Нет, дожить можно, но непонятно в каком состоянии. В чём тут причина? Стресс в нашем организме. За стресс отвечает такой гормон, как кортизол. Неплохо, если он бывает вот таким скачком, то есть бей-беги, вот эта реакция. А когда он становится хроническим, когда вы уже месяц в такой ситуации находитесь, плюс ещё стрессы на работе, никто же их не отменял, то есть вы же не в вакууме живёте. И вот этот кортизол, он у нас хронически повышен. И он приводит к отёкам, просто-напросто у нас начинает задерживаться вода в организме, то есть вы в абсолюте жир сжигаете, потому что если вы всё-таки тратите больше калорий, чем потребляете, то вы не можете не с жира сжигать, но вы не видите результатов из-за отёков, просто элементарно. Поэтому нам нужно в этом случае более адекватно подойти к этому вопросу. Либо мы немножко увеличиваем калорийность, чтобы, в принципе, понизить уровень кортизола, либо мы уменьшаем активность. Такая излишняя активность, она может быть и не нужна, потому что вы уже можете жечь мышцы на тренировке. Но это тоже такой более глубокий уже вопрос. Не сегодня, наверное, мы будем об этом говорить. И также ещё кортизол, он блокирует лептин. А лептин – это у нас гормон, который отвечает за чувство насыщения. То есть вы не можете наесться, хочется кушать постоянно. Боже мой, как знакомо. Да, поэтому вот сейчас такая модная штука называется читмил. Это когда ты раз в неделю, вот у тебя всю неделю низкоуглеводная диета, и ты раз в неделю позволяешь себе прям поесть. Слушайте, я так прям живу. Отлично, но это один приём пищи должен быть. То есть вот один приём пищи, там кто-то говорит о цифре до 4000 калорий. То есть вот один приём пищи. Но, по-моему, это уже очень даже, какая бы у вас ни была низкоуглеводная диета, то есть просто хорошо поесть надо. И в чём суть, то есть читмил вообще, в том, что у вас будет, во-первых, вы немножко разгрузитесь эмоционально, морально, потому что строгие ограничения не очень давят. То есть углеводы, они способствуют понижению уровня гормона стресса? Ну, не совсем так, но если прям сильно упростить, то можно как бы, да, прийти к такому уравнению, да. То есть мы сейчас пока сильно в подробности не вдаёмся. Вот. И, соответственно, у вас будет небольшой довес на утро после вашего читмила, но потом должно слить и ещё и в минус. С лихвой. Да, ещё и с лихвой. Как раз за счёт того, что уйдёт лишняя вода. Есть прямо рефиты, то есть это целый день, когда вы позволяете себе повышенную калорийность. Ну, это больше уже такой подход для спортсменов. То есть я, когда веду людей, я этот подход не очень люблю, потому что сложно его проконтролировать. Лучше мягко, постепенно идти, ровно поддерживая калорийность нормальную, которая будет комфортна. А не снижать сначала прямо всё до минимума, чтобы потом наесться в один день. То есть это такой больше путь уже, ну, спортсмена выступающего, я бы сказала. Мы говорим сейчас больше про людей. Любителей обычных. Да, нормальных. Вот. Это что касается таких экстремальных методов похудения. А вообще, как нам войти в мягкое снижение веса? Тоже есть у нас несколько методов здесь. Мы можем следовать интуитивному питанию, а можем подойти к вопросу более досконально, более скурпулёзно, да, расчётливо. Вести дневник питания. Это делать никто не любит, как правило. Девочек своих заставляю, подопечных, они очень сопротивляются. Я говорю, ну, давайте хотя бы недельку. Недельку и всё, я отстану, честно. Неделю они, значит, у меня ведут. Мучаются. Брыкаются, мучаются. Это нужно просто для того, чтобы адекватно оценить, вообще, сколько человек потребляет. Потому что есть определённые исследования. Люди неосознанно завышают свою физическую активность и понижают свою калорийность, которую они употребляют. Это не потому, что мы такие, вот, соврать бы друг к другу, а просто, ну, так происходит. Неосознанно. Где-то на подсознательном уровне. Именно поэтому дневник я советую всем повести. Потому что, ну, если у вас лишний вес, то интуитивно вы уже напитались, судя по всему. Ну, да, да, вполне. Но всё-таки мы про этот способ поговорим. Мы с него начнём. Интуитивное питание. Что для этого нам нужно понимать? Нам нужно понимать, что вообще еда, в принципе, она не делится на плохую и хорошую. Она делится на нутриенты. Белки, жиры, углеводы. Составляющие, которые важно знать и комбинировать правильно. Да, да, да. От углеводов мы можем выделить ещё клетчатку. То есть это, ну, если грубо сказать, это такой очень длинный углевод, который не переваривается. Очень полезный, долгоиграющий. Долгоиграющий, да. И даже в неизменённом виде некоторые выводятся из организма. То есть он такой, как щёточка. Для кишечника, для организма и всего. Так вот. И сейчас более конкретно мы поговорим о нутриентах. Начнём мы с белка. Потому что белок – это вообще… Строительный организм. Да, строительный материал. Материал организма. И даже на самом деле на одной из дисциплин, я учусь в медиа, на одной из дисциплин у нас было такое определение, что жизнь – это существование белковых тел. Белковых. Поэтому белок – это основа на любой диете на самом деле. Если будет количество белка недостаточным, то у вас посыпятся мышцы, кожа, волосы. В общем, всё. Да, потому что тело у нас белковое. Ещё раз повторюсь. Так вот, белок. Что же мы туда можем отнести? Это все животные продукты. Не все, извиняюсь. Мясо. Мясо. Особенно курочка. Ну, курица, да, птица – это вообще вся птица. В принципе, туда можно и гусей, и уток каких-нибудь отнести. Индейка – замечательное мясо. Все кролики, баранина, телятина. Свинина не очень предпочтительна, потому что она просто жирная. Ну, или если выбирать свинину, то это может быть какая-то корейка, вырезка, чтобы поменьше было вот этих вот прожилок. Понятное дело, что сало – это не белок. Я где-то читала, что полезного белка в свинине, в такой обезжиренной, даже больше, чем в говядине. Правильно? Надо смотреть, на самом деле. То есть, так вот, на память мало кто может сказать, сколько там грамм белка в свинине, в говядине. Ну, возможно, не буду спорить, честно говоря. Возможно, да, в корейке даже больше, чем в говядине. То есть, мы приходим в магазин, мы видим свиную корейку, такую прям чистенькую, без прожилочек, и мы видим кусок говядины, то предпочтительнее что выбрать – свинину или говядину? А это уже… Дело вкуса. Это дело вкуса, да. Но это опять, мы возвращаемся к тому, что вы спортсмен соревнующийся, вам важно знать до грамма, где там жира больше на один грамм – свинине или говядине. Если нет, то просто дело вкуса, на самом деле. А если вы действительно спортсмен, вам важно до грамма всё знать, то я бы вообще взяла куриную грудку в таком случае. Конечно, да. Беспроигрышный вариант. Настя, а что касается растительного белка, например, вот сейчас очень популярны соевые продукты, сыр тофу, соевое молоко, как к нему относиться? Ну, я отношусь к нему очень хорошо, но хочется сказать, что там неполный аминокислотный состав. И вот вегетарианцы, например, переходя на эту диету без животного белка, они себя лишают аминокислот. Аминокислоты – это, в общем-то, составляющая белка. Не весь аминокислотный состав есть в соевом белке. Именно поэтому нужно, если вы переходите на такую диету, ну, я ничего против не имею, это дело каждого, просто следите за употреблением незаменимых аминокислот. Это те аминокислоты, которые у нас не синтезируются. То есть есть определённый набор аминокислот, который у нас в организме будет воспроизводиться и так, а есть незаменимые, которые просто не… Откуда их брать в таком случае? Вы можете спортивное питание употреблять, ВЦА, те же самые. То есть компенсации. Да, да. Вообще вегетарианцы ещё очень любят говорить про В12-витамин, что его обязательно нужно пить. Но я думаю, что там, если вдаваться в эту тему, то там на самом деле много чего нужно употреблять ещё дополнительно. Я, честно говоря, в ней не очень ориентируюсь в теме именно вегетарианства, что нужно употреблять дополнительно, в каком количестве. Поэтому туда мы сегодня тоже лезем будем. Вернёмся к питанию. Да. Вернёмся мы к белку, опять-таки, к нашему любимому. Да, про сою мы уже сказали. Кстати, из сои там есть ещё и замечательные. Вот в магазинах здорового питания у них там есть и какие-то котлетки соевые. Даже колбаса есть. Да, да, да. Похожа очень на докторскую, по вкусу очень похожа. Есть соевый изолят. Я его очень люблю. Кто подписан на меня в Инстаграме знает, что у меня там полстены в пирогах из соевого изолята. Из него можно готовить, на самом деле, выпечку. Я вместо блинов, вместо муки в блины складываю соевый изолят. Получается очень здорово. Так вот, яйца. Куриные. Без желтка. Без желтка. Но тут тоже фанатизм можно не впадать. Если вы вмещаете свою калорийность, то, например, вы едите два яйца, одно с желтком, другое без желтка. Потому что в желтке тоже есть белок. Но его просто немного там, а жира больше. Поэтому желток – это всё-таки, да, жир. Но экономически выгоднее съесть одно яйцо с желтком. Но это опять уже такие мелочи. И творог, конечно же. Творог тоже белковый продукт. Здесь надо только смотреть, усваивается ли у вас лактоза. И творог ещё вызывает задержку воды. И вопрос сейчас в связи с творогом и кисломолочными и молочными продуктами. Жирность. Насколько она здесь значима? Потому что можно взять обезжиренный творожок, а можно взять необезжиренный, там, 9-процентный. Ну, тут тоже, на самом деле, особенно в интернет-сообществах, очень много споров о том, что жирность, что обезжиренная молочная продукция, она не усваивается, в ней нет пользы. Оно ещё и даже вредное бывает. Да. Я придерживаюсь такого мнения, что творог должен быть средней калорийности. То есть от одного там до трёх. Он самый адекватный получается. И, честно, я не натыкалась прямо на исследования, которые бы говорили о том, что обезжиренный творог, вот он прямо враг номер один. Нет, такого нет. В принципе, если вам нравится обезжиренный творог, если вы его употребляете, употребляете. Хорошо усваивается, да, и приносит пользу организму. Можно и 9-процентный есть на утро, почему нет? Ну, утром всё можно. Да. Почти. Утром, да, мы в течение дня как будто скатываемся по горке. То есть утром мы можем себе позволить покушать поплотнее. Но что касается конкретно творога, раз уж мы о нём заговорили, то творог, он вызывает отёчность, задержку воды опять-таки. Поэтому вечером на ужин я его не рекомендую употреблять. С утра можете проснуться вот с мешками под глазами. Потому что в нём большое количество натрия, несмотря на его пресный вкус. А натрий он задерживает воду. Ну, то есть натрий хлора у нас соль, все знают. Поэтому и соль не нужно злоупотреблять. И творогом на ночь тоже не стоит. Вообще, в принципе, если вы молочку едите, нет никаких противопоказаний к творогу. Я творог не ем. Ну, это вот мой выбор. То есть можно вполне себе замещать белок и чем-то другим. А ещё что хочется сказать. Протеин. Конкретный изолят, сывороточный протеин. Тоже есть, точнее, много я видела в интернете такого, что протеин – это химия. Протеин – это не химия. Протеин – это просто научное название белка. Это просто концентрированный продукт. Чистый. Зависит, конечно, от производителя. Всё, нужно смотреть. Там некоторые вкуснители всякие там добавляют. Ну, ничего же нет в этом страшного, на самом деле, в вкусовых добавках. То есть сейчас они у нас уже практически везде. Понятно, что не стоит жить на одном протеине порошковом, потому что, ну, кишечник должен, во-первых, функционировать. То есть у него пристальтика должна работать. Если вы детским питанием вот этим, ну, так, в кавычках я говорю, питаетесь, то что там будет работать. Просто если вы чувствуете, что вы не доедаете белка, а вам нужно, почему нет, как альтернатива. То есть во всём нужно всё-таки быть адекватной. Закончим по белку. Переходим к жирам. Второй важный нутриент. Жиры бывают ненасыщенные, жирные кислоты, и насыщенные. Нас интересуют больше на диете ненасыщенные жирные кислоты. Это кислоты растительного происхождения. То есть это жидкие масла, орехи. Вот это всё, что нам нужно для того, чтобы поддерживать, опять-таки, кожу в здоровом состоянии. Опять гормональный фон у нас должен где-то существовать. В оливках ведь ещё существуют подобные вещи. Оливки, да, конечно. Я могу сейчас что-то упустить. Ну, вот то, что мы говорим о ненасыщенных, может быть, ещё вспомню в процессе. Ну, в основном это вот жидкие масла и орехи. Орехи, семечки, да, оливки. И есть ещё у нас насыщенные жирные кислоты. Это вот уже животного происхождения. То есть туда мы отнесём сыр, туда мы отнесём сметану, отнесём туда все твёрдые животные масла. То есть это вот как раз сало, сливочное масло, кстати говоря. Вот сливочное масло, ну, тоже такой спорный продукт, потому что там вроде бы и витамины, витамин Е, да, тоже кожа, волосы. А с другой стороны холестерин. Холестерин вырабатывается у нас в организме. И нужен ли он употреблять, нужно ли его извне ещё дополнительно, тоже большой вопрос. Ну, всё хорошо в меру. Всё хорошо в меру, да, я тоже так считаю. На курсах нутрициологии, на которых вот я училась, нам говорили, что зачем вам холестерин извне? Другая точка зрения, там, читая другую литературу, говорится опять о том, что витамины, а как же вы без них? Ну, то есть это такое очень, опять, субъективное, и на самом деле важна мера. Про сыр что ещё хочется сказать, возвращаясь к жирам? Он бывает разный. Сыр бывает, да, во-первых, разный в зависимости от сорта. Там по количеству белка и жира бывают либо одинаково, но жир в основном всё равно превалирует. Доминирует. Поэтому мы всё-таки сыр отнесём больше к жирам в этой категории, чем к белку. Но есть и слабожирные сыры, тоже очень вкусные. Да, да, да. Ну, вот адыгейский в нём бывает чуть меньше жира. Бывают ещё мягкие сыры. Но всё равно, если у нас интуитивное питание, то нам лучше отнести сыр всё-таки к жирам. И углеводы. Углевод – это самый последний нутриент, наверное, по значимости. То есть это то, чем мы можем жертвовать на диете. Углеводы тоже бывают простые и сложные. Простые углеводы – это всякие булочки, конфетки, сладости. То есть вот это всё беленькое, рафинированное. И коричневенькое, как шоколадное. Да. Всё, что делает нас... Счастливыми. Объёмными. Ну и счастливыми, да, в том числе. И бывают сложные углеводы, которые нам нужны. Для того, чтобы мы функционировали, потому что углеводы – это наша энергия. И это здесь уже крупы, хлеб грубого помола, это какие-то хлебцы. Это овощи. Овощи, да. Да, овощи. Ну, овощи я бы больше отнесла даже к клетчатке, потому что там много... Ну, такие, как тыква, например, морковь. Да. Ну, кстати, вот что можно сказать и о тыкве, и о моркови. Они меняют свою калорийность. В зависимости от степени готовности. Да, приготовления. У моркови, например, очень повышается гликемический индекс, и она становится прямо вообще простым углеводом. То есть варёная морковка в супчике, вот как бабушка любила сделать, вот это вообще ата-та на диете. И картошечка. Картошечка вообще, да, у нас крахмальный очень овощ, поэтому картошку желательно вообще не употреблять. Даже есть такой анекдот, говорит, как это я не на диете, я ем одни овощи. Говорит, Вася, жареная картошка – это не овощ. Вот, поэтому картошка жареная – это не овощ. В нашей системе ценностей варёная морковка – это не овощ, свёкла, морковь, варёная тоже нет. Поэтому овощи, конечно, все сырые, желательно зелёные, водянистые. Ну, то есть вот огурцы, помидоры, какая-то зелень, особенно летом сейчас очень актуальна, сейчас все собирают урожай, пожарусь-то, да, прямо с грядки берите и ешьте. И, коль уж начали говорить про с грядки, фрукты – это же всё-таки сладкое. Фрукты, да, но тут тоже такой спорный вопрос. Вот если у вас прямо жёсткая диета, и вам нужно прямо конкретно много убрать, то тогда, да, фрукты – это относится к группе десерта. То есть потому что там фруктоза, а фруктоза – это, по сути, она воспринимается организмом так же, как сахар. И чем слаще фрукт, тем, соответственно, её больше. Поэтому там предпочтение, если вы всё-таки едите, отдавайте кислым каким-то яблочкам зелёным. Вот, а если у вас нормальный, в принципе, вес, и вы поддерживаете его, то ничего страшного, если вы будете позволять себе фрукты. Это в любом случае лучше, чем булка сдобная, потому что… Служим, чем батончик шкаловый. Да, в любом случае, потому что это и клетчатка, и вода всё равно в фрукте присутствует. Вот, поэтому если выбирать между булочкой и виноградом, возьмите лучше виноград. Но если вам нужно снижать вес прямо интенсивно, то лучше возьмите огурец. Прекрасно. У нас осталось, Настя, две минуты. Давай мы сейчас с тобой завершим пока на этом этапе тему про интуитивное питание. У нас с тобой ещё будет про подсчёты, но это уже будет потом. Давай сейчас рекомендация для тех, кто сейчас уже готов или уже ходит в спортзал и кто занимается сейчас. Своим телом, своим весом. Рекомендации по питанию до-после тренировок. Важный момент. О, это очень, да, это очень важный момент на самом деле. Что успеем? Что успеем? Во-первых, не приходите в зал голодными. Это важно. Потому что должен быть уровень сахара в крови на достаточном уровне, чтобы вы не упали в обморок. Ну, не надо доставлять дискомфорт ни себе, ни сотрудникам зала. Если вы упадёте в обморок, нам придётся искать конфетку. А вот некоторые берут с собой ещё сок фруктовый. Ну, это можно, но это уже опять зависит от целей. То есть, если вам нужно подпитываться в течение тренировки, есть и другие, в общем-то, способы. Но фруктовый сок, наверное, всё-таки не совсем целесообразно. Лучше поешьте примерно за час-полтора до тренировки. Если вы хотите поесть поплотнее, то два часа, чтобы вас ничего не отягощало, но, тем не менее, вы были нормально сыты. На форме, что называется. Да. Энергетический уровень у вас был на... Ну, не на высоте, но на уровне. Достаточно уровне. Да. И после тренировки... То есть, вот вы тренировались, вы чувствуете, что уже можно бы и покушать. То есть, гликоген у нас упал в крови. И что мы делаем? После тренировки вы можете, в принципе, сразу же выпить протеиновый коктейль. Если вы кушаете спортивное питание. Если вы его не... Сразу же. Можно сразу же. Кто-то говорит о том, что давайте-ка подождём, мы с вами час-полтора. Полчаса, да. Потому что у нас продолжаются жиросжигающие процессы. На самом деле, там не такой процент жиросжигающих процессов, это раз. Во-вторых, но дело даже не в этом. Во-вторых, то, что вы съедите сейчас, у вас же усвоилось, оно всосалось не сразу, оно усвоится чуть позднее. Как раз эти полчаса, часы пройдут. Да, и на это... Ну, в общем, это не те цифры, из-за которых нужно ждать. Мне всегда это напоминает поход к зубному в детстве. Вот когда ещё не было этих лазерных ламп, и не ешьте после этого два часа. И вот ты ходишь, а есть хочется всё сильнее и сильнее. Просто потому что нельзя. Поэтому ничего подобного можно кушать сразу. Если вы, например, не используете спортивное питание, ну, спокойно доедь до офиса тоже не надо, сходить с ума и забивать сразу. Есть такое понятие, как углеводное окно. Забивать своё сразу углеводное окно, законопачивать плотненько пачкой печенья. Доехали спокойно до офиса или до дома, в зависимости от времени суток, и там уже подкрепитесь. Лучше всё равно, чтобы это был белковый приём пищи. Можно белково-углеводный, в зависимости от ваших целей. Если вы снижаете массу тела, то углеводы мы, соответственно, урезаем. Если вы наращиваете мышечную массу, то углеводы вам нужны, опять-таки. Белок я уже рассказала, что мы можем скушать. Вот, в общем-то, любой продукт из этого списка. И углевод, если вы набираете. Если это вечер, и вы снижаете массу, то понятно, что мы уже не едим вечером пачку вафель. Ну, и даже хлебце или каша уже нежелательно. Потому что у меня есть знакомые, которые худеют на гречке. То есть они круглые сутки едят гречку. Ну, вот это не совсем правильно. Просто даже с точки зрения нутриентов. Мы уже сказали, из чего строится тело. Не хватает веществ в организме. Углеводы – это энергия, а белок – это строительный материал для мышц. Если вы тренируетесь и едите только углеводы, то из чего строятся должны мышцы? Вопрос. Поэтому тренируюсь и вообще занимаюсь любым делом. Первое, что нужно себе задать, какой вопрос. Нет, я даже уже не об этом хочу сказать. А первый вопрос, который нужно себе задать, это зачем я это делаю? То есть что мне это даёт? И поэтому, когда вы пошли в зал, а после этого съели пачку печенья, зачем я это делаю? То есть я как бы сбросил, и тут съел ещё больше. Поэтому всегда нужно ставить себе цель и идти к ней. И прорабатывать всё стратегически. Да. Итак, на этом мы, наверное, сегодня закончим. Наверное, точно закончим. Успели поговорить. Лишь малую талику взяли по поводу питания. Правильное питание. Очень объёмная тема. Да, очень объёмная тема, да. Итак, в гостях у нас была Настя Дудина, тренер фитнес-центра «Качалка», массажист. Да, Настя, мы ещё тебя ждём, потому что тем по фитнес-центру очень здорово, мне вас очень понравилось. Вот поэтому заходи. Будем рады тебя послушать, тем более очень много ты знаешь и много сможешь рассказать. Спасибо тебе большое. Спасибо вам. По теме питания сегодня пока всё. Будем продолжать. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. С верой в спорт. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста. Продолжение следует... Продолжение следует...